Для меня Эрдель Терьеры фантастические собаки. Их способность к обучению, к любопытству просто удивительная. Это энергичные и очень умные собаки. Талантливые в самых разных областях. Эрдель Терьеры служат и в армии, и в Белом доме. Одно удовольствие смотреть, как они бегают и играют. Если говорить о темпераменте, это очень живые собаки. Это замечательные собаки. Они могут развеселить. Они могут быть хорошими охранниками. Эрдель Терьеры принадлежат группе Терьеров настойчивых и энергичных собак. Эрдели самые большие из Терьеров. Они весят больше 20-ти килограммов. Вот почему их называют королями. Терьеров выводили для охоты за животными, бегающими по земле. Латинское слово террор заключено в названии Терьеров. Эрдель Терьеры оправдывают своими. Они неутомимы охотники на любой местности. Универсальность Эрдели привлекала внимание британское. Во время Первой мировой войны они отважно служили посыльными, доставляя почту на место назначения. В 20-е годы Эрдель Терьеры были самой популярной породой в Америке. Они добрались и до Белого дома, будучи частью семьи президента Хаббинга. Эрдель по кличке Леди имел собственное кресло для встреч на высшем уровне. Вы знаете, как Джон Уэйн получил свое прозвище Граф? Да, в этом повинен Эрдель Терьер. В детстве у него была собака по кличке Маленький Граф. В наши дни Эрдель Терьеры по-прежнему считаются мужественными разносторонними собаками, сохранившими черты присущих предкам. Например, уникальные два слоя шерсти. Их необходимо вычесывать вручную, чтобы удалить старую шерсть. С домашними Эрдель Терьерами это необходимо делать два раза в год. И если собака участвует в выставках, это надо делать лучше. Верхний жесткий слой прикрывает мягкий подшерсток. И тот, и другой растут как волосы. На самом деле удаление длинной шерсти позволяет создать новые волоссяные мешки. Изначально Эрдель Терьеры выводили, чтобы кусать добычу. Поэтому у них самые большие зубы из Терьеров. Хотя они не агрессивны по природе, знайте, что щенки Эрдели неутомимые создания. И забираются буквально во все места. Третья и самая замечательная черта Юдели – их невероятная смышленность. Очень яркие умные собаки. Быстро сватывают то, чему их учат. По этой причине им быстро все надоедает. Ворачивайся. Ты не поворачивайся. Какой глупый уж. Эрдель Терьеров можно научить делать любую работу. И с Лили после трех лет обучения получила сертификат «Собака-терапевт». Помогли в этом инструктор-миссии и владелец Линда. Привет, Мисс Лили. Главное назначение собаки-терапевта – эмоциональная поддержка. В общем, собак со стабильным темпераментом, общительных и дружелюбных незнакомцев. Мисс Лили три года. Она занималась с инструктором два года и девять месяцев. Еще когда она была щенком, она отличалась от остальных собак. Линда, покажите, как мы умеем сидеть. Сидеть. Руши, девочка. Ждать. Руши, девочка. Сейчас круговое упражнение. Финальная фаза тренировки для собаки-терапевта состоит в привыкании ко всем видам медицинского оборудования, различным видом больничных запахов. Какая умная. Хорошо, Лили. Идем работать. Сегодня мисс Лили применит то, чему ее учили на тренировках. Это один из первых визитов в соседний дом престарелых. Когда вы впервые входите внутрь, вам кажется, что все пойдет именно так, как должно идти. Пока это что-то новое для нее, если честно, в первый раз я немного умолвался. Хорошо, да. Привет. Первый тест – пройти через толпу людей и принять дружелюбного незнакомца. В нашем случае незнакомцу втрое. Лили, скажи привет. Как дела? Когда собаку приводят к людям, они хотят с ней общаться, находят ее интересно и смотрят на нее особенно. Привет, детка. Она должна выполнять команду «сидеть» и давать себя власть. Она говорит «спасибо». Она сидит ради вас. Впрочем, при таком количестве похвал это несложно для мыслей. Они имеют возможность гладить ее спину. Возможно, это поможет им понизить давление. Хорошая девочка. Я знала, что эта собака может делать других людей счастливыми. Хорошая девочка. Да, она старается. Она очень хорошо поработала. Справилась со всем, что выпало и сегодня. Мы гордимся прогрессом, который она показывает. Линда вздохнула с облегчением. Все незнакомцы стали друзьями Лили. Более темная шерсть у щенков выпадает примерно в полгода. Как и большинство щенков, они очень привлекательны. Возможно, вам захочется иметь одного такого. Но перед тем, как брать его, убедитесь, что можете дать ему все, в чем он нуждается. И начните с большого числа упражнений. Взрослые собаки нуждаются в интенсивной прогулке дважды в день минимум по 20 минут. Они любят бегать по лесу без поводка. Если вы спускаете Эрделя с поводка, увидите, что он хорошо слушается ваших команд, потому что, как и все терьеры, эти собаки будут охотиться за маленькими животными. Живете ли вы на ферме или в городе, Эрдель-терьеры приспосабливаются к любой окружающей обстановке. Они везде отлично чувствуют себя. При теплой погоде надо интенсивно вычищать шерсть. Если хотите держать в холодном климате, позвольте ему отрастить шерсть по длине. Дрессеру Эрдель-терьера чаще используйте не наказание, а похвалу. Эрдель имеет определенные проблемы со здоровьем и очень высокий уровень переносимости боли. Вы можете не знать о травме, пока собака не получит серьезное повреждение. Как у большинства больших собак, вы видите, в искусственных не бывают проблемы с костями, коленями и бедрами. Уход за Эрдель-терьером занимает много времени, но это время сблизит вас с собакой. Эрдель-терьеры любят быть частью семьи. Котовлевые собаки нужно напоминать, кто в доме хозяин. Эрдель-терьеры хорошо приспосабливаются, имеют некоторые проблемы со здоровьем, требуют регулярного ухода, интенсивной тренировки, являются отличными членами семьи. Выученный Эрдель-терьер может стать вашим лучшим другом. Эрдель-терьер 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 Продолжение следует...